Добрый вечер. Вашему вниманию итоги дня. События за сегодня расскажут наши корреспонденты и мы, Дмитрий Двойнев. И Динара Жанбатырова. Сурдоперевод обеспечивает Хасана Страилов. И в начале выпуска коротко о главном. Вайзер уже в Казахстане. С минуты на минуту американскую вакцину доставят в аэропорт Алматы. В Минздраве рассказали, как и где будут прививать школьников. Атомный прорыв. В Усть-Каменогорске приступили к выпуску топлива для АЭС. «Право быть мамой», как программа «Ангсаган Саби» помогает бесплодным казахстанцам стать родителями. Процессы политической модернизации и развития гражданского общества, проходящие в нашей стране по инициативе президента, стали одной из тем встречи спикера Мажелиса Нурлана Нигматулина с послом Франции в Казахстане Дидье Канесом. Собеседники также обсудили перспективные направления казахстанско-французского сотрудничества. Среди приоритетных сфер энергетика, зеленая экономика, здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Как отметил Нурлан Нигматуллин, возобновление практики регулярных встреч между казахстанскими и французскими парламентариями будет способствовать обмену опытом законодательной деятельности, в том числе по вопросам экологической трансформации промышленности, цифровизации и других сфер. Продолжение следует... Покажет реальную выручку бизнеса и обеспечит прозрачность в сфере финансовых операций предпринимателей, уверен спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин. К тому же и потребитель будет защищен законом. Должна появиться строка платеж. Мобильный платеж, либо мобильный перевод. Если переводы, оно осуществляется среди родственников, как мы сегодня обсуждали, а платеж это за товары, работы, услуги. Если бы вы перевели, оставили свою возможность защитить свои права как потребителя, потому что вы же перевели, они купили как будто что-то. Если бы вы купили, вам бы был выдан чек, вы бы указали, что это оплата за товар, услугу, впоследствии как потребитель могли предъявить требования по качеству отгруженного товара, вернуть этот товар. То есть вы потеряли свои права как потребитель. Одобрили депутаты и пакет поправок по внедрению трехзвенной модели с разграничением полномочий зон ответственности между правоохранителями, прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования. По новым нормам прокурор будет давать независимую оценку с собранным органом уголовного преследования доказательством, а затем ему передается право составления обвинительного акта. Добро Мажелеса получил и ряд ратификационных законопроектов. Казахстан безвозмездно передаст Таджикистану и Кыргызстану военную технику и боеприпасы из своих запасов для отражения угроз, которые могут возникнуть со стороны Афганистана. А вот ревакцинация казахстанцев от коронавируса начнется с 22 ноября. Об этом сегодня в правительстве сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Повторная иммунизация населения стартует в два этапа, уточнил он. До конца этого года вакцину получат сначала уязвимые группы населения, медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур. В общем, все привитые граждане должны будут пройти процедуру вновь через 6-9 месяцев с момента первичной вакцинации. Главы регионов уже должны приступить к подготовке пунктов иммунизации. Уточнил профильный министр, как и где будет проходить вакцинация детей американской вакциной Pfizer. Исторические вакцинации детей проводятся в привычных пунктах по месту учебы, то есть в организациях образования. Вакцинация против коронавирусной инфекции также будет осуществляться в организациях образования и в сети привычных пунктов республики. И только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и подростков. В эти минуты в Алматы ожидается прибытие самолета, на котором порядка 380 тысяч доз Pfizer. Сразу после прилета воздушного судна часть препаратов отправят в регионы. Учитывая особенности хранения вакцины, в республику завезли 34 холодильные установки. Еще больше 50 единиц оборудования поступят до конца года. Напомню, больше 4 миллионов доз вакцины закупили в Казахстане для иммунизации детей, беременных и кормящих женщин. Этого объема хватит для того, чтобы привить больше 2 миллионов человек. Напомню, получить укол от коронавируса смогут будущие мамы со сроком беременности от 16 до 37 недель. Те, кто кормит грудью на 43-й день после родов. Подростков будут прививать с 12 лет. Между тем, в Бездраве рассказали, возможно ли вакцинация детей до 12 лет. На сегодня, согласно инструкции, которая применяется, которая зарегистрирована в Республике Казахстан, то есть это инструкция к Камернатип Файзер, вакцинация с 12 лет. Но хочу отметить, что сегодня уже производитель допускает вакцинацию детей с 5 лет. То есть в Америке это уже началось. То есть вакцинация детей тем же самым Файзером, но в другой дозировке с 5 лет. Если производитель внесет соответствующие документы в наш орган, то есть на ЦИЛС, на регистрацию, в инструкцию внесет с 5 лет, то тогда это позволит вакцинировать с 5 лет детей. Еще одно достижение современной медицины – экстракорпоральное оплодотворение. Благодаря ЭКО по программе «Ансаган Саби» на свет уже появились 40 малышей. Специальный проект заработал в этом году и поможет решить проблему казахстанских пар, отчаявших иметь детей. По поручению президента, количество выделяемых на процедуру ЭКО квот увеличили в 7 раз, до 7 тысяч. О будущих родителях, о том, как работает госпрограмма и о том, как мечты рождаются, расскажет Кристина Алмаз-Коза. В нашей стране первый малыш, появившийся на свет благодаря искусственному оплодотворению, родился в 1996 году. Тогда процедуры ЭКО были платные. Государственные квоты начали выделять с 2010-го. В разные годы в среднем предоставлялось от 100 до 1000 бесплатных направлений. В этом году заработала беспрецедентная программа «Ансаган Саби». Она призвана оказать поддержку 7000 бездетных казахстанских семей. На сегодняшний день освоены уже около 85% выделенных квот. Бесплодными в нашей стране считаются больше 14 тысяч женщин и 117 мужчин. Это официальные данные. Позволить процедуру экстракорпорального оплодотворения может не каждый. Дорого. Потому квоты для многих бесплодных пар – последний шанс стать родителями. Претендовать на них могут семьи, состоящие в официальном или в гражданском браке, а также одинокие женщины. На сегодняшний день из 7 тысяч квот у нас сегодня 6 тысяч женщин прошли ЭКО. Значит, 740 еще в программе. Значит, 2000 женщин уже встало сегодня на учет по беременности, по факту беременности. И на 10 ноября у нас родилось 40 детей. О беременности 36-летняя Жанна Сариева говорит осторожно. Заветные две полоски вместе с мужем ждали больше четырех лет. Но пара не отчаивалась. Своей очереди на получение квоты ожидали с прошлого года. В марте этого года собрали все необходимые документы. Для проведения процедуры сами выбрали клинику в Алматы. К нашей радости результат оказался положительный. Сейчас я на 27-й неделе беременности. Нахожусь под постоянным наблюдением врачей. Молимся, чтобы все было хорошо. Сложный процесс искусственного оплодотворения требует серьезной подготовки обоих супругов. По времени занимает от одного до двух месяцев. Сначала обследование. И говорят, да, вам можно помочь лекарствами, вызвать овуляцию. Мужчину можно пролечить лекарствами. Но есть группа пациентов, супружеских пар, которым другие методы, кроме ЭКО, не могут помочь. Их примерно 50% из всех супружеских пар. И тогда программа начинается с подготовки, обследования. Пункция, второй этап, когда яйцеклетку получают и в пробирку добавляют сперматозоиды. Дальше в инкубаторе проходит процесс оплодотворения. Положительный результат наступает в 45% случаев у женщин до 35 лет. Затем с возрастом эта динамика снижается. Медики говорят, процедуру делают далеко не всем желающим. Существует ряд противопоказаний. Это опухлевые процессы, психические заболевания, туберкулез, потом инфекции, потом заболевания соматические, несовместимые вообще с вынашением беременности. С момента первой процедуры ЭКО в нашей стране прошло уже 26 лет. За эти годы родились больше 25 тысяч детей. А благодаря программе «Анцаганцаби» в ближайшее время счастье быть родителями смогут испытать еще тысячи казахстанских семей. Кристина Алмаз, Козакамбар Бекенов, Анастасия Сулейманова, Канат Абильдин. Итоги дня. Экономика Казахстана продолжает сохранять хорошие темпы восстановления, по крайней мере так считают в правительстве. Такие базовые отрасли, как промышленность, машиностроение, строительство и другие сферы устойчиво растут, отметил глава кабинета министров Аскар Мамин. С начала года отечественный ВВП вырос на 3,5%. Впрочем, растет и инфляция. Председатель Нацбанка Ербулат Дусаев, что интересно, заявил, на ее рост влияет повышение зарплат казахстанцев. Он подчеркнул, что в ряде отраслей сейчас увеличивается оплата труда при одновременном сокращении рабочих мест уже пятый месяц подряд. Между тем, стабилизацию цен на товары и услуги на уровне 8,5% до конца года глава Нацбанка назвал достижимой задачей. Премьер-министр, в свою очередь, поручил продолжить работу по борьбе с продовольственной инфляцией. В целом удалось остановить перерост продовольственной инфляции. Необходимо продолжить работу в данном направлении. Поручаю министерствам и акиматам максимально обеспечить поддержку отечественного производства, привлечения инвестиций, продвижения экспорта, сохранению занятости населения и создания постоянных рабочих мест. Также принять меры по своевременному освоению бюджетных средств. Снизить пенсионный возраст шахтерам, металлургам и горнякам предлагают депутаты Машилиса. Акжоловцы обратились с запросом к вице-премьеру страны. Максат Романкулов считает, что трагедия на шахте Абайская только обострила вопрос социальной несправедливости к представителям опасных и особо опасных профессий. Многие рабочие и так не доживают до пенсии, остальные встречают старость практически с букетом хронических заболеваний. А пенсионный аннуитет для тех, кто работает на вредных условиях труда, лишь формальность. Воспользоваться такой привилегией шахтеры просто-напросто не могут, не позволяет зарплата. Даже накопив требуемую сумму и выйдя по аннуитету 40 лет, на что должен жить этот человек с букетом профессиональных болезней еще 10 лет, пока он начнет получать пенсию. Мы считаем, что государство должно показать, что ему небезразлична доля рабочего человека, своими руками создающего добавленную стоимость. На его труд и энергию предпринимателя опирается наша независимость. Фракция «Авжол» требует вернуть пенсионный возраст для списков 1 и 2 и готова обсуждать все связанные с этим вопросом расчеты правительства и пенсионного фонда. И сегодня же парламентарии обратили внимание на не менее тяжелые условия труда пожарных. Депутаты Народной партии Казахстана предложили приравнять спасателей к военнослужащим по социальным привилегиям. По данным Жамбыл Ахмедбекова, зарплата пожарных и спасателей не позволяет им приобрести жилье, поэтому необходимо ввести жилищные льготы. Наблюдается ежегодное повышение цен на товары первой необходимости, коммунальные услуги, а также аренды жилья, которые при средней заработной плате пожарного в размере 154 тысячи тенге не в полной мере покрывают все указанные расходы. Недостаточное социальное обеспечение сотрудников ОГЗ наряду с нерешенностью жилищных проблем является основной причиной непрестижности профессии пожарного, текучести и размывания профессионального ядра кадров государственной противопожарной службы. Атомный прорыв произошел сегодня на востоке страны. В Усть-Каменогорске освоили выпуск энергоносителей в виде тепловыделяющих сборок для атомных реакторов. Этот проект долгожданный. Он автоматически выводит Казахстан в международный пул государств, производителей и поставщиков ядерного топлива для АЭС. Кстати, проблем со сбытом не предвидится. Одна из точек, к примеру, соседняя Поднебесная, где строят 11 блоков атомных электростанций. С завода в Восточном Казахстане туда намерены поставлять ежегодно до 200 тонн ядерного топлива с высокой добавленной стоимостью. О новых технологиях применения мирного атома и перспективах запущенного производства расскажет Вячеслав Витлугин. В Усть-Каменогорске свершилось историческое событие для отечественной промышленности. Впервые в нашей стране начали производить тепловыделяющие сборки для атомных станций. Деталей, по сути, энергетического сердца реакторов. Эта тепловыделяющая сборка – ключевой элемент ядерного топлива для атомных реакторов. И такие энергоносители в Казахстане производят впервые. За одну смену отечественные атомщики, способные выпустить не меньше двух деталей в высокотехнологичном исполнении. К технологическому прорыву отечественные инженеры физики готовились последние пять лет. Порой под завесой строгой секретности. Сегодня они, наконец, вписали свои имена в историю. Этот этап фактически знаменует собой переход к полному циклу от добычи природного урана до выпуска ядерного топлива с высокой добавленной стоимостью. И новые технологии внедряют как никогда вовремя цены на уран продолжают достигать исторического максимума, перевалив за отметку в 40 долларов за фунт. Достижениями казахстанских коллег приятно удивлены, в частности, французские ученые, которые работают на крупнейших в мире АЭС. Кстати, специалисты отрасли из Евросоюза выступают за включение атомной энергетики в список зеленых отраслей, обеспечивающих получение безуглеродной электроэнергии. Энергоносители, которые будут выпускаться на ваших заводах, будут рассчитаны на азиатские рынки. Тем самым мы считаем, что именно Казахстан принимает важное участие в применении зеленых технологий в атомной энергетике. Переход к климатической нейтральности позволит перестроить мировое производство и потребление энергии. И казахстанские физики-ядерщики, международные тенденции и риски энергетического кризиса четко понимают и действуют на опережение. Наша страна планирует поставлять в Китай до 200 тонн топлива для АЭС в виде тепловыделяющих сборок. И энергетический рынок Поднебесной как никогда перспективен. Там строят 11 блоков атомных станций. И годовые потребности соседей достигают 800 тонн урановой продукции. Впрочем, если и в Казахстане решатся строить АЭС, собственным топливом станции будут обеспечены. Сказать можно уже сейчас, что мы готовы к этим строикам, что мы готовы к производству топлива для наших казахстанских атомных станций. Все будет зависеть от выбора поставщика технологии. Китайские партнеры, которые потребляют наши сборки, наш уран, они не могут зависеть от одного поставщика, который на сегодня есть в Китае. 14% мировых разведанных запасов урана находятся в Казахстане. Страна стабильно сохраняет мировое лидерство по добыче урана и совершенствует технологии его переработки. Тем самым по праву заставляя говорить о себе, как о международном производителе и поставщике ядерного топлива, все больше востребованного мирного атома. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Итоги дня. Безъядерный мир. Так называется фотовыставка, стартовавшая в эти дни в Сеуле. Мероприятие посвящено сразу двум датам. 30-летию независимости Казахстана и 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Выставка, организованная посольством нашей страны в Корее при поддержке библиотеки первого президента Республики Казахстан Ельбасы. Впечатление посетителей записал наш корреспондент Владислав Цой. Самые главные экспонаты здесь – фотографии и исторические документы. Многие посетители не были в нашей стране, но слышали о том, что на ее территории когда-то был ядерный полигон. Сегодня они увидели те разрушительные последствия взрывов. На фотографиях посетители увидели знакомые лица. Экс-президент Пак Кынхе с Нурсултаном Назарбаевым на саммите по ядерной безопасности в Гааге. И Пан Гимун, который стал первым генсеком ООН, посетившим Семипалатинский ядерный полигон. Я стоял тогда на полигоне на нулевой отметке и заявил, что государства, обладающие ядерным оружием, могут приложить все усилия, чтобы создать безъядерный мир. Это наследие первого президента Казахстана будет жить всегда. В знак признания Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2009 установила 29 августа Международным днем против ядерных испытаний. «Корейцы изучают опыт отказа Казахстана от ядерного оружия, поэтому такая выставка интересна местному посетителю. Такого же решения южнокорейские политики уже много лет добиваются от соседнего государства – Северной Кореи. Ядерная угроза на полуострове сохраняется не одно десятилетие». «Выставка фотографий о ядерном разоружении для корейцев имеет большой смысл. Все граждане Кореи очень сильно желают разоружения. И то, что Казахстан отказался от ядерного оружия, мы как никто другой понимаем и уважаем это решение». «Со дня разоружения Казахстана прошло уже 30 лет. Я прошелся и посмотрел картины. Вы многое пережили. Я пока не был в Казахстане, но скоро планирую поездку». Экспонаты выставки разместили на двух этажах. «На втором представлены фотографии современного Казахстана. И это тоже как пример для других государств. Страна может динамично развиваться и без ядерного оружия». Владислав Цой, Ольга Лян. Итоги дня. Южная Корея. «Ровно сто лет исполняется в этом году трудовому подвигу аральских рыбаков. По призыву Владимира Ленина они отправили 14 вагонов рыбы, голодающим по Волжде и приорали. Труженикам, старикам и детям». Об этом факте мировая общественность узнала не сразу, а лишь спустя почти 40 лет благодаря сохранившимся архивным записям. Их изучила наша коллега Татьяна Ковалева. «Я сейчас иду по дну знаменитого морского порта Аральска. Точнее, то, что от него осталось. Вокруг высыхающий глинистый берег и заброшенные лодки, которые я теперь только что напоминаю о былой славе этого места. Все это сейчас стало частью единственного в Центральной Азии музея рыбаков, который находится вон там, за моей спиной». А так развалившийся порт выглядит со стороны. Воды практически не осталось. Заброшенные причалы, краны и стены одного из самых крупных рыбных заводов страны в те годы. Когда-то здесь кипела жизнь. Аральский порт был одним из самых крупных в Средней Азии. Сюда приходили сотни больших и малых судов. А для местных жителей это был основной источник заработка и процветания. Теперь эту историю можно увидеть только в виде экспонатов в местном музее рыбаков. Здесь же хранится и копия письма Владимира Ленина от 7 октября 1921 года. Предвидя масштабы приближающейся трагедии, он просит в нем о помощи. У вас на Аральском море неплохой улов рыбы. И вы проживете без большой нужды. Уделите же часть вашей рыбной добычи для пухнущих с колоду стариков и старух. Для 8 миллионов обессиленных тружеников. Которым ведь надо с голодным животом целый почти год совершать всю тяжелую работу по обработке земли. Наконец, для 7 миллионов детей, которые прежде всех могут погибнуть. Жертвуйте, дорогие товарищи, аральские ловцы и рабочие, щедрой рукой. Уговаривать никого не пришлось. Аральцы прониклись в боль у несчастных людей и сразу выразили полную готовность помочь голодающим. Хотя и сами тогда не доедали. Так 14 вагонов рыбы ушли в Поволжье и Приуралье. Пока мужчины добывали рыбу, женщины, старики и дети тоже не сидели без дела. Шли мешки, латали прохудившиеся снасти. Практически весь улов сдавался в приемные пункты в поселках. Домой рыба боролась только на пропитание семей. Затем на верблюжьих повозках свозили улов на железнодорожную станцию Камысты-Бас для погрузки в вагоны, которые сразу отправлялись в российские регионы. Два с половиной месяца в напряженном трудовом графике. И Ленин оценил самоотверженный подвиг жителей Приуралья. В знак благодарности отправил им токарные и фрезерные станки. Вот он, тот самый первый токарный станок, который вождь мирового пролетариата выслал аральским рыбакам в благодарность за оказанную ими помощь. Многие годы он простоял здесь, на судоремонтном заводе. На нем изготавливали необходимые детали, которые ломались на местных судах. А теперь он установлен здесь, на территории музея, как памятник, напоминающий о той процветающей жизни на Арале. Местные жители свой поступок подвигом не считали. Тогда было важно только одно – помочь умирающим от голода людям. Поэтому об этом факте скромно умалчивали. И лишь спустя почти 40 лет о нем наконец-то стало общеизвестно. И то случайно. Документ обнаружил один из сотрудников областного архива. Об отправленных вагонах с рыбой в отчетной телеграмме Ленину рапортовал председатель Аральского совета депутатов Толиген Медзитбаев. Теперь этот документ – один из главных экспонатов музея. Татьяна Ковалева, Альхайдар Турлыханов, Казалардинская область. Итоги дня. В Караганде профессиональный юбилей полувековой отмечает лучший учитель словесности стран СНГ и Балтии. И все эти 50 лет Светлана Дроздовская преподает детям русский язык и литературу в одной и той же школе. Именно в этот день, 10 ноября 1971 года, она вступила в ряды учителей. По стопам педагога пошли многие ее выпускники. Кто-то до сих пор работает бок о бок со своим наставником. Марина Золотарева узнала секреты любви к своему делу и к ученикам. Литературное кафе, оживающий театр, поэтические вечера. Любовь к чтению детям Светлана Дроздовская прививает, раскрывая их артистические способности. Каждый урок – это мини-спектакль, где школьники учат роли, создают костюмы и делают декорации. Занятия проходят и на природе. Вот он на три занимается, и, казалось бы, я ему роль незначительную дала. Он заходит и кланяется просто как слуга, но он и так зашел, этот мальчик, так вошел, что все смеялись, все ему аплодировали. А после этого он у меня стал главным героем уже во всех других спектаклях. Я иду с ними в парк. И вот в парке они на лоне этой природы, этого синего неба, этих белых берез, они испытывают какие-то другие чувства, и им хочется красиво прочитать. В первой гимназии Светлана Дроздовская работает вот уже 50 лет. Она победитель международного конкурса «Лучший учитель словесности стран СНГ и Балтии». Сегодня ее выпускники преподают русский язык в Казахстане, России и США. А одна из любимых учениц Анна Малышева стала известной писательницей. Она будет работать в этой школе и долго. Вот такие пророческие слова, как казалось, действительно долго работаю. Самый мой ранний выпуск – это 1972 год, потому что в 1971 году, как раз 10 ноября, я пришла работать в эту школу. В педагогическом коллективе первой гимназии три ученика Светланы Васильевны. Евгений Сохотеплов – один из них. Он с красным дипломом окончил филологический факультет Московского университета. Теперь тоже преподает русский язык и литературу каргандинским детям. Я учился в физико-математическом классе нашей гимназии. Но вот именно преподавание Светланы Васильевны Дроздовской, ее артистизм, ее умение подать материал, ее умение обыграть, ее умение очень глубоко войти в материал. Конечно, сейчас я как профессионал еще лучше понимаю. Они в какой-то степени сумели повернуть меня со стези мехатроники и робототехники, куда я хотел поступать, на филологическую стезю, в общем, которую я выбрал. За полвека у Светланы Дроздовской 10 выпусков, где педагог не только вела предмет, но и была классным руководителем. Ее кредо – сначала любить, потом учить. На уроках литературы Светланы Васильевны тесно сотрудничают и выразительное чтение, и сценарное искусство, и история. Поэтому детям всегда интересно, говорят педагоги. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Караганда. Итоги дня. В Казахстане продолжается общий национальный челлендж «100 километров плюс», организованный агентством «Хабар». Активно в нем участвуют и уральцы. Бег объединяет, оздоравливает и даже меняет образ жизни, уверены участники марафона. Впрочем, главную победу над собой они уже одержали. Роза Сатканова с подробностями. Уралец Талгат Истлево приобщился к бегу во время пандемии. Спортзалы были закрыты, поэтому укреплять здоровье мужчина решил на свежем воздухе. С тех пор утренняя пробежка для него – обязательная часть распорядка дня. В течение двух недель мы 100 километров пробежали. В связи с тем, что сентябрь, октябрь у меня где-то за плечами в приложении около 600 километров. За год уже мы пробежали более 1000 километров. Мотивация – полтора миллиона тенге. Основная мотивация – это приобщить подрастающее поколение, наше поколение к бегу. Поэтому с удовольствием поддержали данный челлендж. Чингис бегает относительно недавно. Несколько месяцев назад переехал в новую квартиру и тут же подружился с соседями. С новым окружением приобрел и новые увлечения. Мужчина признается – раньше бегать совсем не любил. Благодаря поддержке единомышленников тянулся. Сейчас по утрам бегает на улице, вечером в спортзале. Привел тело в тонус и скинул несколько килограммов. Делится своими успехами марафонец. Стало тяжело даже по этажам ходить. А дышка начала появляться. Сейчас все это пропало. Вес значительно уменьшился. Был порядка 110 килограмм в начале этого года. Сейчас 93. Я когда начал бегать 4 месяца назад, я вначале пробегал где-то 4-5 километров и все. Меня на большее не хватало. В будние дни мы пробегаем порядка 8 километров, но в выходные не меньше 10. Бег меняет. И меняет окружение. Бег, уверен участники марафона, кардинально меняет образ жизни. И, пожалуй, участие в челлендже – это как раз тот случай, когда главное не победа, а участие. В октябре у меня где-то уже 200, ну, около 300 километров. А у тебя? 260 сей. Ну, при этом темп у нас вроде бы хороший, да? Да. Поэтому надо бегать. Рост садкану Бладжилгасов, Эльдар Аюпов. Итоги дня. Западно-Казахстанская область. Всего доброго. И до встречи в эфире. Дорогие друзья, посмотреть наши выпуски можно на YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск.